господа всех приветствую и отдал сегодня у нас сейчас бы менять дисплей это у нас но 10 стоит около 200 евро если не больше оригинальный модуль динамик уже стоит виброзвонок стоит больше ничего не стоит тут у нас код вам клиент не дал проверять будем на звонках хотя нет необходимости проверять оригинальные девайсы у меня не было еще ни одного случая чтобы оригинальный самсунговский дисплей не работали итак нота 10 у меня на сепараторе стоит уже полторы минуты снимаем красного цвета снимаем крышку легко идет потому что на сепаре у меня 100 градусов классиковая крышка я думал будет керамика как на на этих как она из десятых не ошибаюсь энергетик укс 2008 г электронные девятты под поджимом т.д. вот такая вот пластиковая крышка не серьезная для такой модели мне кажется посмотрим что здесь нового я даже не посмотрел там дисплей целый сейчас подключим зарядку проверим если дисплей целый оставим его себе конечно же я их продаю если дисплей целый сам стекла не меняю как бы не до этого у меня есть постоянный покупатель который приезжает и покупает у меня оригинальные самсунговские дисплейные модуля с целым дисплеем ну понятно это уже стало бизнесом многие этим занимаются такой дисплей можно продать где-то евро за 50 с разбитым стеклом тут прям жестко разбито мне кажется он не работает не работает не работает не вижу реакции вообще никакой ни света ни полоски так снимаем нижний модуль так снимаем батарейку аккуратно не касайтесь камеры не стоит оставлять отпечатки на линзе здесь у нас стоит оптический датчик отпечатков пальца нижний модуль чтобы извлечь его давайте его поднагрение много легко стягнулся по моему вообще без скотча да он вообще был не приклеен коаксиал застегнул обратно когда меняете такие модуля с коаксиальными кабелями всегда запоминайте какой кабель сверху какой снизу как обычно самсунг голубой всегда идет снизу он потоньше но бывает и разногласия и так симка у нас тоже не стоит клиент мне прислал без нее что тут еще у нас батарею сейчас снимем на сепараторе шлейф шлейф у нас стоит резинки стоят микрофон верхний датчик света все снимаем защитный пластик с оптического датчика легко можно забыть так батарея наверное как обычно на белом тонком скотче давайте наверное батарею не будем мучить батарею бывает конечно что батарея отходит без сепаратора закручиваем черный винт на системку изстегиваем шлейф укладываем коаксиальный голубой снизу белый сверху вставляем нижнюю плату зарядки застегиваем шлейф вставляем нижнюю плату зарядки вот все кабеля утопили так теперь закручиваем оптический датчик и винт на нижней плате зарядки у нас где он у нас был вот 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 здесь соединяем шлейф пока для того чтобы батарею вставить так эту нижнюю плату наверно можно прикручивать пока у нас на сепараторе нагревается батарея нижней антенной модуль точнее с динамиком включу карандаш должен быть тоже клиент его снял наверное чтобы я не забыл бывает такой когда большой наплыв работы постоянно забываешь любой сим-карты либо слоты от сим-карты карандаши итак снимаем батарею симпатичный конечно каркас был красного цвета но видите мне прислали черный наверно клиент либо не нашли красный скорее всего договорились на черный вот вот все батарея батарея отстегнута практически не деформирована если бы мы ее снимали холодную конечно погнули бы вставлю батарею вставлю батарею и мне звонит клиент блин Naval четыре с вставлю вставлю до вставлю вставлю воду восстановлю вставлю вставлю туда Батарея у нас на нуле. Пошла зарядка, давайте пока прикрутим верхнюю мобль. Батарея у нас на нуле. На разбитом модуле индикатор батареи не появился. Значит он убитый. Снять можно с него динамик целый. Виброзвонок, шлейфа. Ну короче пригодится, может много чего. Разъемы после воды можно заменить. Резинка пригодится короче. Батарея была на полном нуле. Поставлю на паузу. Чуть-чуть подзарядится телефон. И потом включу. Проверим его. Возможно у него кода нету. Ставим крышку. Крышки я ставлю. Если каркас черного цвета, то на Т7000 черного цвета. Идеально подходит. Засыхает быстро. Стараемся сохранить родной скотч. Все таки он дает правильную посадку крышки на корпус. То есть если его снять, то вы понимаете да. То есть крышка ляжет ниже. Будет не красиво. Может появиться щель. Клей наносим именно туда, где у нас есть двусторонний скотч. Не надо лепить его там по кругу. Вырисовывать узоры. Как я часто вижу после разборки телефонов. Ставим крышку на зажимы. Сейчас посмотрим. Возможно батарея позарядилась. ШУВА ВКЛЮЧИТЕ. Нет, она не подзарядилась. Это у меня одно до десятого. По моему идет фишка с трехамперной зарядкой. По моему точно не скажу. А это у меня двухамперная. Возможно понадобится немного больше времени. Поэтому друзья, я его сейчас поставлю на зажимы. как только появится пару процентов. Включим. Посмотрим. Качество дисплея. Я уверен, оно очень-очень хорошее. Вот в таком положении. Телефон у меня для того, чтобы крышка схватилась. Простоит минут десять-пятнадцать. И все. Для черного T7000 это достаточно. Оставайтесь на связи. Ну вот. Пять процентов есть. Кстати, друзья, это Note 10 Lite модель. Не совсем Note 10. Не знаю, чем они там отличаются. Note 10, Note 10 Plus, Note 10 Lite. Бисплей на него стоит у нас 220-230 евро. Ну плюс за замену я беру. Постоянно клиент. 10 евро. Хорошо легла крышка, как видите. Как и должно быть. Даже не видно, что вскрывали. Тут косты я, конечно, клиенту не дал. Ну да ладно. Так, друзья, на этом все. Надеюсь, все живы-здоровы. Бизнес, конечно, наш бизнес, конечно, карантин жестко подкосил. Но еще продолжаем работать, снимать. Всем здоровья, самое главное. И успехов в работе. И отдов. До новых встреч.